Давайте начнем, наверное, с 2013 года, когда вступил в законную силу закона о морских портах. И тогда, когда огромное стратегическое предприятие, государственное предприятие, Одесский морской торговый порт, был преображен. Каким образом? В соответствии с этим законом из государственного предприятия были выделены стратегические объекты и было создано стратегическое предприятие администрации морских портов Украины. Значит, основная функция администрации морских портов Украины это выполнение административных функций и эксплуатация стратегических объектов, что включает в себя в основном причалы, гидротехнические сооружения, волноломы, каналы, дороги общего пользования, сети общего пользования. А Одесский порт остался с функциями хозяйства. Это складские площади, это производственные подразделения, а именно, это самое мощное наше, это портовый флот, это судоремонтный завод Украина, это комплекс механизации, это автобаза, это плавучие судоремонтные мастерские, это учебный центр достаточно мощный и достаточно мощная инфраструктура непрофильных объектов, которая где-то на процентов 70 она не работает и не работала уже долгое время. После того, как разделился Одесский порт на администрацию и Одесский порт с функциями хозяйствования, достаточно сложно было организовать работу и эффективную работу предприятия, так как раньше Одесский порт в основном зарабатывал на портовых сборах, основная статья доходов была портовые сборы, плюс оказание дополнительных услуг. Сейчас, в данный момент, значит, портовые сборы ушли полностью, все в администрацию, и мы, как хозрасчетное предприятие, попали в рынок. И в данный момент мы точно так же, как и наши конкуренты, работаем в рынке и показываем себя на рынке услуг, рекомендуем себя на рынке услуг в качестве надежных партнеров с нормальными ценами, с нормальными объемами оказыванных услуг и их качеством. Значит, первый год, 2013-й, был непоказательным с точки зрения оценки эффективности работы предприятия. Одесский порт выделенный уже после реорганизации, так как половина года порт работал как объединенное предприятие, а вторую половину года оно работало уже отдельно. Поэтому, в общем, финансовый результат, он непоказателен, и я на нем не буду акцентировать внимание, начну с 2014-го года, 2015-й и первой половины 2016-го года. Значит, 2014-й год, который был практически первым годом самостоятельной работы хозрасчетного предприятия, которое зарабатывает деньги своим собственным трудом, значит, мы сработали с достаточно положительным финансовым результатом. На то время это было где-то порядка 150 миллионов гривен чистой прибыли. Значит, при этом, значит, практически все наши производственные подразделения работали эффективно. Значит, трудовой коллектив составляет где-то порядка 950-960 человек, значит, заработная плата выплачивается своевременно, все социальные услуги оказываются своевременно в соответствии с коллективным договором. Значит, у нас пакет социальных услуг, полностью все пакеты социальных услуг оказываются своевременно, люди довольны, зарплата повышается, премия за все это время платится максимально. Значит, 2015-й год, значит, мы сработали с финансовым результатом, улучшили финансовый результат свой в 2,5 раза. Значит, финансовый результат, чистая прибыль порта составила около 400 миллионов. Значит, мы смогли в 2015-м году изменить в коллективном договоре положение о премировании и тем самым мы увеличили премию с 40% до 80%. Таким образом, естественно, увеличили заработную плату своего работника. Не было ни единого месяца в 2014-2015 году, чтобы мы не выплачивали премию. Ежемесячно мы свой финансовый план выполняем, соответственно, все наши работники получают премию. Что, 2016-й год, значит, полгода мы прожили, за полгода мы выполнили все установленные финансовые показатели. Значит, продолжается выплата в соответствии с коллективным договором максимально премией работникам. Ну, вот, что касается финансового положения предприятия, оно достаточно стабильное, держимся на ногах достаточно стабильно. Одесский порт, он отличается организацией работы от остальных портов Украины. И здесь с тем, что еще с 1993 года здесь, в порту, значит, стеридорную деятельность осуществляют стеридорные компании-партнеры. Сначала с 1993 года до 2003 года были отношения совместной деятельности, потом эти отношения перешли в арендные отношения. В данный момент практически все складские площади находятся в аренде стеридорных компаний, которые непосредственно занимаются стеридорной деятельностью. Эти стеридорные компании достаточно мощно и эффективно инвестируют в развитие комплекса, в рамках договоров. Аренда не имеет права это делать. Поэтому, если вы видите со стороны, порт постоянно развивается, порт растет. Грузопотоки, даже в данный момент, сложные для Украины, они остаются, к примеру, на прежнем уровне. Некоторые грузопотоки падают, например, нефть, которая в основном связана с отношениями с Россией. Другие грузопотоки растут, это и зерно, и металлы, и контейнеры. Но, в общем, порт примерно на одном и том же уровне выдерживает свои грузопотоки. Они, с 2015 года, они растут где-то на 4-5-6 процентов. То есть динамика увеличения? Динамика грузопотоков увеличена. Что касается инвестирования иностранных либо отечественных инвесторов в конкретно подразделения порта, которыми управляет непосредственно порт, Да, естественно, те производственные подразделения, которые планово убыточные, не нуждаются в инвестициях. Поэтому, в основном, сейчас у нас задача избавиться от всех непрофильных объектов. Это базы отдыха, детские сады, это гостиницы, это базы отдыха Чабанка, это аквапарк. В этих направлениях нужны, конечно, инвестиции. А есть ли какие-то предложения, возможно, какие-то перспективы в дальнейшем? Продолжения есть. Продолжения есть от разных инвесторов. Значит, они в данный момент рассматриваются в Министерстве инфраструктуры. Понятно. Скажите, пожалуйста, что касается порта флота. Каково его сейчас состояние, может быть, структурный состав и динамика тоже развития? Портовый флот – это самое мощнейшее наше предприятие и самое прибыльное, высокоэффективное. И если взять анализ работы портового флота во всех портах Украины, то портовый флот Одесского порта – он самый эффективный. В данный момент есть у нас договор, мы включили договор о намерениях с компанией-лидером в виде, значит, морских, да, оказания морских услуг в морских портах всех семиконтинентов. Это компания ПМТО. Значит, данный договор подусматривает, значит, обмен опытом рассмотрения компаний в инвестирование водного транспорта всей Украины, не Одесского порта, а всей Украины. Значит, они пожелали изучить опыт самого эффективного и прибыльного работы именно Одесского порта. На примере Одесского порта они начали изучать Одесский порт, так как он у нас самый эффективный работающий. Данный договор – это обычный договор о намерениях, который не несет никаких юридических последствий и не является договором. А можно подробнее, о чем идет речь и договоре? О договоре идет просто об обмене опыта, об обмене информации и по итоговым документам должны быть предложения компании ПМТО по поводу улучшения работы в той или иной, того или иного вида флота, портового флота Одесского порта. В Одесском портофлоте, значит, несколько видов флота. Первый – это самый эффективный – это буксирный флот, это пассажирский флот, это нефтеналивной флот, это водоналивной флот, это плавучие краны, это сухогрузный флот. В основном эффективно работающий – это буксирный флот, нефтеналивной флот, значит, находится в аренде. Водоналивной флот мы вывели из эксплуатации, так как данный вид флота, в данной ситуации эксплуатация его нерентабельна, значит, пассажирский флот практически весь в аренде. Он на условиях аренды работает, прибыль, небольшой прибыль, небольшим финансовым результатом, но прибыль. Вот они изучают состояние дел во всех видах флота, смотрят состояние дел, как идет организация, планирование, безопасность мореплавания, изучают это и потом дадут какие-то предложения. А еще инистатива была, поэтому Беломородная флота? Это было инистатива Министерства. Это было встреча на уровне министра, и министерство было инициатором для того, чтобы заключить договор, данный договор о намерении. Насколько для флота актуально, для флота актуально вот это вот, какого рода взаимодействия? Обмен опытом, ну, всегда актуален, в любом случае, тем более с мировым лидером. То есть финансовой составляющей, я так понимаю, там нет? Нет, вообще, категорически. Когда прислали, было, были намерения, значит, заключить данное соглашение, я был в отпуске, значит, я прервался в отпуске, и четко занимался редактированием данного меморандума. Я был у министра на приеме, и был у всех заместителей министра, этот вопрос обговаривался, поэтому вопрос аренды, либо приватизации о том, о чем говорят различные средства массовой информации, что меморандум подписан с целью дальнейшей аренды или приватизации, это слухи невестоверные. Может быть, чтобы искоренить эти слухи, можно как-то его поприлюднить, так сказать? Меморандум? Да. Нет возможности? Меморандум – это закрытая коммерческая информация, но я вам ответственно говорю о том, что в данном меморандуме четко написано обмен опытом, и данный меморандум является договором о намерениях, и данный договор не имеет никакой юридической силы, и данный договор не является предварительным договором. Должение следует...